Субтитры создавал DimaTorzok В своем отчете Аким Города кратко рассказал о текущей ситуации во всех сферах. От благоустройства дворов и скверов до приватизации городских объектов. Подробнее Аким Города остановился на ремонте дорог. Так, на него в текущем году было выделено 4,9 миллиарда тенге. Проведен капитальный ремонт проспекта Евразии от проспекта Достык до улицы Чигана-Набережная. Завершаются работы по ремонту улицы Мамышевы от Козлужарской до Соколины. Улица Карева от Елизарова до Чигана-Набережной. Близится к завершению реконструкция 4 километров Саратовской трассы от пересечения с улицы Жингерхана до границы города. Ведется самый долгожданный ремонт на улице Алматинской. В этом году принято решение заменить не только водопроводные трубы под ним, но и положить асфальт. Вы помните, сколько жалоб было, сколько общественных транспортных жалобов. Здесь социальные объекты, здесь родильный дом, здесь онкологический диспансер. Здесь в УВД очень большая нагрузка есть. И очень сложно проводить в один сезон, заменить и трубы, и положить асфальт. Поэтому с учетом этих технологических специфик, мы, учитывая то, что в этом году заменена водопроводная система, мы укропаем участок, он будет давать осадок. Поэтому, если будет шерох вода, мы в следующем году доработаем. Первый слой уже все на всей протяженности улицы Алматинской завершен. По итогам 8 месяцев текущего года объем производства промышленной продукции города составил 65 миллиардов тенге, основная доля которого приходится на обрабатывающую промышленность. Также в развитие экономики города большой вклад вносят субъекты малого и среднего бизнеса, которые, в свою очередь, произвели продукцию на сумму 39 миллиардов тенге. При этом объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства составил свыше 11 миллиардов тенге. Это 25% от общего объема поступления доходов в бюджет. Реализация государственных программ оказывает существенное влияние на развитие бизнеса. К примеру, на реализацию второго направления программы «Дорожная карта занятости» – это микрокредитование. В этом году выделено 80 миллионов тенге. В прошлом году выделялись порядка 27 миллионов. На сегодняшний день в рамках программы выдано 29 микрокредита, обучено 40 человек и создано 80 рабочих мест. С начала 2014 года в рамках программы «Дорожная карта бизнеса» одобрено по городу 27 проекта на сумму 2,1 миллиарда тенге. Создано 264 новых рабочих мест. В сессии приняли участие 15 депутатов городского маслехата, которые после отчета Акима задали интересующие их вопросы. Депутатов волновали проблемы благоустройства дворовых территорий, обеспечения города объездными дорогами, очереди на жилье, дальнейшее функционирование бани номер 3. Все помнят, что в прошлом году в третьей общественной бане обрушилась плита, после чего антимонопольная инспекция запретила ее дальнейшее функционирование. Стала необходимость о передаче бани в конкурентную среду. Перед передачей в конкурентную среду ставится условие, то есть мы поставили условие, что это будет оставаться общественной бани, что для социальных слоев наших пенсионеров и детей будут предоставлены привилегии и льготы, и то, что целевое назначение будет общественной бани. Интересует депутатов и вопрос приватизации городских объектов. Много споров среди горожан вызвал городской парк культуры и отдыха, который тоже попадает под волну приватизации. Пока предпринимателей готовых взять парк в свои руки, не нашлось. Но как бы то ни было далее, общественное место отдыха должно сохранить свое целевое назначение. Вход в парк должен остаться свободным, отметил Алтай Кульгинов. Это конкурентная среда. Если будет мощный организатор, мощный менеджер и вложит инвестиции, пожалуйста, почему бы нет? Но при этом целевое назначение мы будем требовать сохранения. То же самое по парку, очень много вопросов было. Мы земельно участвовать не будем, частные руки отдавать. Целевое назначение менять не будем, это общественное место. Вход должен быть открытым для всех, то есть бесплатным. Управление, пожалуйста, мы будем предоставлять частнику. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске проблемы аварийного жилья будут решать способом государственно-частного партнерства. Об этом заявили в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства. Первыми планируют переселить жителей трех многоквартирных домов, которые находятся в районе восьмой школы. Наши корреспонденты побывали в одном из аварийных зданий. Официально в Уральске зарегистрировано 33 аварийных дома. В них находится 325 квартир, в которых проживают 1140 человек. Выделить этим людям альтернативное жилье сразу проблематично. Такие траты бюджет города не потянет. Поэтому и было решено воспользоваться способом государственно-частного партнерства. Участок, где находится аварийный дом, выделяют строительной компанией. Она возводит новый дом и выделяет людям квартиры. Участок предоставляется предпринимателю частному. Он строит дом. После построения дома, если там один дом стоял, 20-ти квартирный, вместо него построят 45-ти квартир, 75-ти квартир. В этих домах 20 квартир. Там три дома планируется уже по этой программе уже. Это в районе восьмой школы Доповская 22, Доповская 18 у нас есть и Доповская 21. Дома, которые строились для железнодорожников, больше напоминают бараки. Стены рушатся, в окнах щели, потолки текут. Здание невозможно модернизировать. Их легче снести, чтобы построить на этом месте новые дома. Первыми в Уральске планируют снести вот эти три дома, которые расположены в районе восьмой школы. Жилье было построено еще в советские времена. Сейчас в этом здании даже нет отопления. Жители с нетерпением ждут переезда в новые квартиры. Жители знают о планах городских властей и с нетерпением ждут переселения. Кстати, на время строительства им выдадут временные квартиры. Дом аварийный считается еще со времен Советского Союза. Давно уже аварийный считается. Вот эту зиму пострадали сильно мы. С 18 на 19 число замкнули провода. Загорелся дом. Вовремя, как говорится, похватились. Огонь не хватил весь дом, а полдома, как говорится, пострадало. Дома в очень плохом состоянии. Нет отопления, мерзнем. Отапливаемся газом. Это частная наша собственность. Нас переселят за Чаганск или куда-то. Мы уже люди пожилые. Нам будет трудно общаться с детьми. Планируется, что на месте аварийных домов появится новое жилье, которое возведут два домостроительных комбината. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. В Октубе самку жирафа по кличке Твига переселили из мини-зоопарка в теплый вольер. Для этого к торговому дому, где находилось животное, подвезли специальный ящик на платформе и ждали, когда Твига сама туда зайдет. Из октобинского мини-зоопарка передает Роман Копняев. Первыми тревогу о судьбе Твиги забили защитники животных. Жирафа уже пять лет обитает в мини-зоопарке, который расположен возле одного из торговых центров Октубе. Кроме жирафа здесь находятся морал, кролики, страус, павлины и другие экзотические животные. На базу выведем в теплый отопление в домик. Аппетит у Твиги хороший. Ест она, как взрослая лошадь. В ее рационе все виды овощей и фруктов – люцерна, солома. И каждые четыре часа все это подается в виде салата. В администрации отметили, что в холодное время года жирафу переселят в теплый вольер, который обеспечен всем необходимым. Для этого в загон с животным поставили специальный ящик, куда Твига должна зайти сама. У нас дожди идут, то снег идет у нас, жираф у нас, то приходят люди, кормят его. Так ветки ему вообще не дают. Бедный он замерзнет, погибнет. Так и мне его жалко, например. В администрации мини-зоопарка отметили, что они не прочь передать животных в настоящий зоопарк, если он появится в городе. Роман Копняев, Айбулат Жигапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42 из Актобе. На выходных прошло личное первенство Западно-Казахстанской области по бадминтону среди юношей и девушек. Спортсмены приехали со всей нашей области. Анна Мардвинчева расскажет с подробностями. Бадминтон становится все более и более популярным. Все больше детей и взрослых людей выбирают его в качестве своего вида спорта и активно развлекательного отдыха. В нашей области потихоньку начинается развитие бадминтона. Федерация старается как можно больше проводить соревнований для того, чтобы популяризировать бадминтон среди населения. Проводим соревнования с целью отбора чемпионата Республики Казахстан, который состоится в начале ноября в городе Шимкент. В нашей области бадминтон начинает набирать свои обороты. У нас открыто отделение в США, по которому мы тренируем детей. Также у нас развивается бадминтон и в районах. Цель соревнований – пропаганда бадминтона среди детей и молодежи, выявление уровня профессионального мастерства, отбор сильнейших игроков в сборную нашей области, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. Так как бадминтону в нашей области не более трех лет, в соревнованиях приняли участие юноши и девушки от 14 лет и младше. Я занимаюсь больше годом бадминтоном. Я уже выигрывала одно почетное место. Мне нравится ходить на бадминтон, потому что тут хорошее место. Можно хорошо поиграть, можно завести друзья. Я хочу занять призовое место второй раз. Я занимаюсь бадминтоном уже два года. Это мои не первые соревнования. Мы занимали места общекомандные, мы третье, второе место занимали. И я хочу остаться дальше. Бадминтон имеет весьма внушительную историю, поскольку является одной из древнейших игр на планете. Уже 3000 лет назад взрослые и дети играли в валан руками и даже ногами. Старинные манускрипты сообщают, что мяч с перьями играли в Китае еще во времена правления династии Чу, в 12 веке до нашей эры. Сейчас в мире насчитывается более 50 миллионов любителей бадминтона. Этот вид спорта приобретает огромную популярность. Анна Мардвинчева, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова